Ну чё ребят, доброй ночи. Доброй ночи, ё-моё, вы чё там, спите что-ли? Я как всегда пью кофеёчек ночью, время 4 часа ночи, самое то пообщаться с вами ребят. Альварес Гевара привет, чё Гевара? Привет старый, привет, привет, приветку. Короче ребят, у меня сегодня целый день не было в перископе, знаете почему? Кто не знает? Удивите меня. Чё молчим-то? Спите походу, а чё подлечились-то? Из Чикаго привет, привет Чикаго. Старик помоги, чем тебе помочь? Видео снимал, да честно говоря я под заезд сегодняшним днём. Мы решили выпускать ролики об NRG Диет по одному вопросу, то есть первый ролик который завтра утром выйдет это NRG Диет и Мальта Декстрин и от и до по Мальте короче. Благовещенский привет и будет выходить по такому ролику очень часто, то есть по каждому вопросу будет долгий разбор, то есть вот например ролик про Мальта Диэкстрин на 13 с половиной минут, нет на 11 с половиной минут, ну то есть да он есть в NRG Диет, Мальта Диэкстрин, но фишка почему он там есть и так далее. И говорит сколько офиса финал в Питере? Честно говоря я не знаю сколько. Зайдите на сайт nlstar.com, а с кем ты еще будешь видео один или с экспертами? Там есть эксперт один на данный момент, но он шарит конкретно. Не могу никак убрать подкожный жир, пытаюсь жрать дробно и тогда может вообще убрать углеводы. Вы можете купить CLA добавочку в магазине спортивного питания, либо же можете попробовать систему Energy Slim. Я своих подруг посадил на Energy Slim и все худеют. Привет опасный, да я опасный. Через час у нас ракета полетит, будем смотреть. Ракеты это что пуканы или настоящие ракеты? Ну что ребят, рассказывайте как ваши дела. Мы с вами целый день не видел, не виделись, я по вам соскучился. Восточный космодром, покажи бицуху. Вам что только бицепсы интересно. Energy Slim еще что ты сказал. Energy Slim вы можете найти на сайте nlstar.com. CLA Кла, ну там конвигированная это кислота жирная. Вот ее можете принимать спокойно. Но он просто, CLA помогает распределять ваш жир по всему телу. Поэтому если у вас где-то есть отстающее место, типа там пресса, ягодиц или там бицепсы бедра или поджопы сочленения, CLA вам реально в помощь, он помогает. А по поводу Energy Slim, там всякие травки, там нейтральные всякие компоненты помогают выводить вашу воду, стабилизировать электролитный баланс, отбивает аппетит, то есть нормализует вообще ваши показатели. Игорь, выступай в юниорах, обязательно же сейчас GR ставить. Да нет, но без GR сложно сделать супер крутую жесткую форму. Как можно худеть? Зайдите на сайт nlstar.com, там есть Energy Slim, там вообще думать не надо. 25 дней 4 тысячи рублей и минус несколько кило, гарантированно даже без тренировок. Что вкратце делать, если руки плоские постоянно отстают визуально, ну можете синтола поделать. Если руки опустились и вы больше перепробовали все что только можно, все тренировки, то синтол вам в помощь. Только не ставьте всякое говно, которое везде в интернетом нашпиговано. Ставьте Only Synthesize 2 от Криса Кларка. А это кто такой? Ребят, кто пытается что-то меня подзадеть, я просто баню и все, я не обращаю внимания. Собака лает, караван идет и кошке пофигу, что они думают серые мыши. Ребят, я не отвечаю на вопросы о том, сколько ты зарабатываешь, сколько товарооборот, вообще не это для меня, ну это глупо. Бицепс. Да пожалуйста. Вам реально интересно что ли, ну какой у меня бицепс? Говорят, не в настроении. Честно говоря, я не спал ночь, как вы помните, и я еще до сих пор не спал. То есть я уже бодрствую, херовую тучу времени. Че делать? Ты работаешь в Ново Интернешнл, так ты занимайся лучше своим бизнесом. Нафига ты, ну спрашиваешь, считаешь чужие деньги? Нафиг это надо. Фарида, привет, привет дорогая моя. Спать не, спать я не хочу. Спать у меня сейчас рендерится ролик про Energy Diet и Maltad Extreme. Блин. Ну вот, ты не считаешь, да, но спрашиваешь. Мне сегодня сказали, что я конкретно помолодел за последний месяц. Мне это очень импонирует. Я, короче, молодею. Это круто. Да, ролики про... Ролики про Energy Diet, как я и обещал, не буду заливаться на канал Мясо по ГОСТу, они все будут заливаться на гостюню Live. Кстати, неплохо так канал потихонечку развивается. Мне нравится. Я уже, знаете сколько, 531 подписчик у меня на ферм канале. О, Фарида заметил, посвежало лицо. Да, и как помолодел, что ли. Прикольно работает косметика. Вот эта антиэйдж, антивозрастная у NL. Lab. Мужская косметика. Что там с боем? Спросите у Миронова. Я же готов драться и готов ему отдать миллион рублей. Я уж везде про это прокричу. Я думаю 1 мая, ну, я сделаю заключительное видео об этом бое и все. Короче говоря, все нытики, понимаете, такое ощущение, что в нашей федерации очень много пиздобов, которые только могут чесать языком и больше ничего. Ну, то есть их даже посылаешь куда подальше, вызываешь их трусом и посылаешь на три буквы и они это терпят. Вот это обидно, конечно. Юлия Смир19 спрашивает, ты кто? Я Игорь Гастюнин, российский бодибилдер, чемпион России, чемпион мира. Выступал в категориях классический бодибилдинг и бодибилдинг свыше 100 кг. Что-то не могу найти. Что-то там не можешь найти. nlstar.com. Ребята, вам в помощь. Молодец. Да, спасибо, я знаю. Юлия Смирнова, наверное, да ты? 19 лет тебе? То, что ТВ сказал. Что ТВ? Сидел. Я сижу. Вот, сижу на стуле. Как думаешь, у кого форму лучше? Величко Кулаев. Кулаев пропорциональнее. Кулаев эстетичный, поэтому Кулаев вынесет. Что? Что вы мне такое пишите, ребята, сегодня? О! У меня отрендерился ролик про энерджи диет. Кстати, ребята, прикольно, что на мясо по ГОСТу выровнялись пропорции лайки, дизлайки. Эти придурочные хейтеры обратно подписываются на канал. О господи! Понимаете, вы знаете, все орали, 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 что будет кошмарная отписка по поводу всего. Но обратно все подписываются. Господи, такие лицемеры, эти все хейтеры. Ну, вообще, ну, такая смехота. Ну, в принципе, так это и было понятно, что так оно и будет. Короче, хейтеры реально, ну, ребята такие, вредистки. Ну, реально подростки, чё? Ну, чё с них возьмёшь? Не надо обижаться. Ребят, прикольно, да? Я сегодня в таком очень интересном настроении. Ну, я немножко под зае, короче. Но хочется с вами всё равно пообщаться. Завтра, кстати, в 12 часов у меня съёмка с тренером. Вернее, с Пашем Боевым и хирургом. Может, знаете, кто это? Никого он тренирует. Сколько калорий за тренировку максимум потратить можно? Не знаю, один миллион калорий. Вам это что-нибудь даст, эта цифра? Всё же зависит от физической нагрузки и от всего, блин, от интенсивности. Суперпрофик тратит одно количество калорий. Новичок совершенно другое. Серединячок тоже другое. Что это, карди или силовая? Ну, блин, вы чё, ребят? Привет, Игорь, дошли ты их на три буквы? Ну, не хватит ты здоровый. Не-не-не, понимаете, я похудевший на 20 кг. Вот. Ребята, кто здесь старлеет, знают, что я весил раньше где-то 130 кг. Чувак может лучше клен-бутерол. Клен-бутерол для чего? Для сушки? Не рекомендую я вам никаких стимуляторов для сушки, если вы не на сцену. Клен- это препарат для сцены, для подведения жёсткой формы. Это для тяжей, ну, классиков. Для сбросить жир. Клен-бутерол не является жиросжигателем. Это бета-2 адреномиметик. Чтобы сбросить жир, вам просто нужно есть нормальную еду, вот и всё. Каты будешь опять набирать? Я не буду. Мне очень комфортно при весе 111 кг. Я очень вынослив и очень силён. И бегать, прыгать могу по 2,5 часа играть с куоршем без задышки. Я тренируюсь с химиками, кстати, в паре. И они сдыхают раньше на тренировке, чем я хотя надурал. Просто вес адекватный. 111 кг для меня это оптимум. У меня папа весит 103. Правда, у папы есть небольшой животик. Генеры помогают для набора веса. Еда помогает для набора веса. Ну, генеры, да-да-да, работают. Но опять же, смотрите, генеры, где поменьше мальтодекстрина, поменьше простых сахаров. Иначе вы просто за сахар переплачиваете. Нужно каждые 3 часа кушать. Ну, не заталкивайте в себя, если не лезет. Ты когда был на курсе, ты делал мосты или полностью отдыхал? Полностью, конечно же, отдыхал. Но у меня также был опыт 11 месяцев сидения на фарме. Ну, то есть циклирование. Честно говоря, циклирование меня по здоровью порадовало больше, чем сидеть на курсе отдых. Сидеть на курсе отдых, видимо, по гормональной системе. Видимо, эти скачки тоже приводят к тому, что гормоналка расшатывается. Мне после 11 месяцев сидения на стероидах, я за 1 месяц восстановил полностью свой гормональный фон. Правда, я был под руководством Криса Отца. Кто знает, это лучший диетолог Соединенных Штатов Америки. А можно без разнообразия чистую гречку жрать с курицей 2-3 раза в день и просто бегать? Можно. Но вы не будете получать микроэлементы и витамины из монодиеты и самочувствие ваше будет ухудшаться. Такие дела. Я тут решил, жир будет уходить тогда, когда вы начнете последить за своим питанием. Вы представляете себе то, что вы едите. Если вы едите захимиченные овощи и фрукты, то это одно дело. Если вы едите в супермаркетах, покупаете куриные грудки, которые лежат по 3-4 дня и с ними ничего не бывает, то, ну, сами понимаете, вы едите одни канцерогенные, одни токсины. Короче, в супермаркетах жёсткая она иё. Вообще причём жёсткая? Я туда не хожу уже на протяжении последних полтора лет, полтора года я точно в супермаркетах не покупаю еду. В силу того, что там одно она иё. Везде. Не, это здорово, что у вас есть выходы на фермерскую еду. Это очень здорово, это очень круто. Вы будете здоровенны несколько порядков. На какой концерт ходил последний? На Мэрилина Мэнсона. Так что вроде бы норм. Ха-ха-ха-ха, Бруно Блавович. Хеллоу, я им Игорь Гостюнин. Я им русский бодибилдер. Чемпион в мире. Чемпион в России. Три раз. Хеллоу, Бразиль. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Я Игорь Гостюнин, из России. Я очень смешный человек. Очень смешный бодибилдер. Чувак, это ты умный. Я захожу на твои трансляции как гуру. Ты батя. Спасибо большое. Меня многие называют папой. Друзья мои называют почему-то меня папой. Ну, короче, я как всех учу, что ли, в жизни. Хотя я ничего никого не учу. Не пытаюсь никому ничего там впихнуть, там еще что-то. Какой-то точки зрения. Нет. Я просто с вами общаюсь. Мне нравится очень. Мне вообще вы нравитесь. Знаете, что? После ситуации с этим хайпом и со всем хейтерством. Круто, что у меня поменялась аудитория. Действительно. И отсели всякие придурки. И сейчас у меня аудитория ребят, которые пишут очень интересные комментарии. Ну, то есть, вы задаете мне классные вопросы. Мне очень приятно вам на них отвечать. То есть, все эти дебилоидные подростки, они все в бане сейчас. И никто не мешает нормально вести жизнь. Надо было давным-давно такой хайп сделать, чтобы меня начали осуждать в интернете, чтобы почистить вообще все. Потому что в личку не приходят. Хотя у меня личка открыта, не приходит ни одного гневного сообщения. На стене тоже этого нет. В паблике тоже этого нет. В перископе, в инстаграме тоже это нет. Но бывает редкость. Но редкость и без интернета бывает. Поэтому ситуация показательная. Просто я как ни пытаюсь убрать лишний вес, вообще нет изменений. Чувак, попробуй систему Energy Slim. У меня девчонки, я всех посадил своих знакомых на Energy Slim. И довольные вообще. Вы со мной? Ребят, вы со мной? Спасибо вам большое. Я знаю, вы самые верные фанаты. Те, которые остались. Я думал, что уйдет больше людей. А ушло всего лишь там сколько? Девять процентов. Меньше даже девяти процентов. Причем, что один процент уже вернулся. То есть, один процент это тысяча людей для меня. Фига у меня. У меня уже все. У меня уже глаза закрываются. Вы прикиньте, я спать до сих пор не хочу. Я бодрствую уже на протяжении. Так, двадцать четыре плюс двадцать один. Сорок пять часов я уже бодрствую. У меня 70 килограмм у кого-то и все равно жир есть. Так, блин, последи за своей диетой. Ужесточить тренировки, добавь кардио по 40-30 минут в день. И все, и жир полетит у тебя спокойно. До обеда кушай углеводы, после обеда кушай белки. Вот и все дела. Если кушаешь мясо, можешь попробовать отказаться от него на несколько дней. У меня, кстати, тоже бывают такие моменты, когда я полностью отказываюсь от мяса. Ну, на несколько там, на два-три дня. Реально чувствую себя легче. Но так как я люблю вкус мяса, и вообще мясо обожаю, очень вкусно его готовлю, то я его. После обеда вообще есть углеводы? Нет, ну ты можешь есть там гречку чуть-чуть. Ну, то есть в первую половину дня меньше белка, больше углеводов. А во второй половину дня больше белка, меньше углеводов. Игорь, слушай, что-нибудь про турнир на ДВ по ЦИК Стронг организовываю. Я не знаю, что за турнир. Я не слежу за спортивными событиями, ребят. Ну, простите меня, пожалуйста. Мне они не интересны вообще. Они никогда не были интересны. Я же вам говорил, бодибилник это хобби. Я занимаюсь делами. Я занимаюсь тем, что делаю действительно настоящие дела с настоящими людьми. А что там в спорте происходит? Мне, честно говоря, пофигу. Понимаете, что в большинстве своем спортсмены, которых мы видим, чемпионы, они лицемеры и эгоисты. То есть они точно так же за спиной может говорить говно, а в лицо тебе скажут, ой, Игорь, привет, ты такой хороший чувак. Давай дружить, давай поснимаемся, давай что-нибудь сделаем совместно. И знаете, что еще вот эти ребята, они эгоисты, реально. То есть у них есть знания, хорошее знание, которые привели их к чемпионству. Но они не хотят им ни с кем делиться или назначают ценники такие, что просто караул. Ну, грубо говоря, думают только о себе, о своем богатстве и благополучии. Считают, что они пупы земли. Но, ребят, если вы накачались и весите там 100 килограмм сухого мышечной массы, это не говорит, что вы какой-то совершили подвиг. Это нормально, вы дебилли. Ну, делитесь знаниями. Приносите пользу не только себе, но и миру вокруг. Ну, приносите пользу. Плотникова, Арина, привет. Ой, Арина, это очень красивое имя. Мне очень нравится. Я еще недавно услышал имя Алана. Очень красиво. Имя Гайне, очень красивое. Не знаю, что-то меня, короче, на восток... Ну, меня всегда тянуло на восток. Восточные женщины, в моем понимании, самые красивые. Почему не ешь ночью? У меня вот печеньки, я ем. Чем поделиться с вами? Печеньками? Кушайте. Хром-хром, хром-хром, хром-хром. Ребята, у меня 1 мая будет очень знаменательное событие в моей жизни. Наверное, одно из самых таких серьезных будет событий. Очень круто. Я попробую сделать трансляцию перископа с этого события, если мне разрешат, конечно же. Не посмотрите. Просто я добиваюсь успеха, действительно, в других областях, вне спорта. И я пока что вам ничего не покажу. Ну, показываю чуточку своей жизни, но показываю все равно в сфере качков. Знаниями о качалке я делюсь. И, кстати, мои семинары бесплатные. Кто не в курсе, я бесплатно веду семинары. Ребята, вам интересно узнать всю правду об NL International? А? Интересно? Я вот этим вопросом занялся, меня задолбали всякие придурки, которые считают, что это не очень хороший продукт. Ну, реально, они как подростки, они даже не изучили этот вопрос. Это, знаете, то же самое, что верить в то, что спит существует. Интересно, выкладываю видосы, ждем. Ну, вот первый будет Energy Diet и Maltadestrine. То есть, у бреки есть то, что в Energy Diet находится Maltadestrine. Почему он там находится, сколько его там находится, все будет в ролике четко по полочкам разобрано. И так по каждому вопросу, в том числе по соевому белку, по фитоэстрогенам, по стоимости и так далее. В общем, почему Energy Diet стоит столько, а не столько и так далее. Что-то реально у меня форма улучшается. В алмазе как потренируешь, то сразу же мышцы наливаются. Или, возможно, это от печенья. Печенья, кстати, очень вкусные. Гуркин, привет. JJ1986, привет. Я тоже 1986 года рождения. Нравится тяжелая атлетика? Нет. Для меня это скучный какой-то вид спорта, честно. Гиревой спорт мне больше нравится. Он тоже из толчок и рывок. Тяжелая атлетика, честно. Блин, два движения дал бить. Не мое. Не мое. Мне больше нравится бокс, греко-римская борьба. Мне сейчас показали ребята грэплинг. Ну, то есть, микс файт реально. Ганада сейчас нет. А зачем? Ганада делается на курсе. В середине курса на протяжении двух недель по тысяче единиц через день. Или каждый третий день по полторы. И... Восстанавливает там свои яйца. Чего не ешь? Я уже обожрался, честно. Мне задолбали уже этим печеньем. Знаете, печеньки очень вкусные. Пока не съешь пару килограмм. Потом они становятся овощи отвратительными. Мне ты говоришь. Фу. Уберите. Короче говоря, ребят. ПКТ кламит и требуют? Требуют. ПКТ начинается с анализов. Анализы вам показывают, что вам нужно. Клами требуют или что еще? Зачем углеводы ночью? Для того, чтобы наполненность была всегда. Не, ребят, это вам. Ну, большинству спортсменов не подойдет та диета, которой пользуюсь я. Для меня она была подобрана господином Крисом Мацеттом. Сам боксируешь? Пока нет, но хочу возобновить. Меня друзья кавказцы все зовут. Говорят, Игоря, приходи обратно к нам. Ты же боец, а не качок, ну и так далее. Короче, подначивают меня все время. У меня в семье очень много друзей чеченцев, азербайджанцев и дагестанцев. Ты про борьбу? Греко-римскую, да? Ну, мне нравится сейчас миксфайт изучать. Очень интересная штука. У меня она прям идет. Не знаю почему. Наверное, потому что я никого не боюсь. И ничего. Посмотрим. За UFC очень интересно сейчас следить. Там много движухи. Ну, я не слежу, честно. Ты знаешь багу? Нет, не знаю. Жека 180. О, а нифига у тебя аватаркосмотра.ру. Мне нравится Эрик Давидович. Он мужик с яйцем. Он крут. Реально крут. Таких мало очень. Особенно на интернет-пространстве. Какой большой? Я не большой. Я... ...голево-медево. Голево-медево. Такие дела. Такие дела. Я у меня лучший телец. Белый телец. Я Игорь Гостюнин. Русский телец. Чемпион мира. Чемпион России. Чемпион России. Чемпион Санкт-Петербурга. Чемпион Санкт-Петербурга. И много, много, много титлов. Твои джиелы. Что? Джиелы? Это что там? Это челести? Симгард. Симгард. Hello. Не мешают тебе объемы эти? Сейчас, которые на мне, так они разве объемы? Это нормальные 111 килограмм. Ты еврей? Нет. У меня нет было таких корней. Ты еврей. Не было таких корней. А, еврей. Я не учусь. Ой, ребят, извините. По ходу дела все-таки меня сон побеждает. Нет. Сон для слабаков. Не, у меня тут пока грузится и я могу поспать чуть-чуть. Кстати, Фарида. Фарида, ты здесь? Откликнись, пожалуйста. Владислав CR7. Hello. Что здесь? Что за тема? Картинкова 2.2. Привет. Что здесь? Я не люблю, а чокают. Это как-то так по-хамски что ли? Вы когда в обществе общаетесь, вы чокаете? Нет. Я вам никогда не чокаю. Могу послать куда подальше, назри букву, но не чокаю. Какое кино смотрел последнее? Чужой 3 недавно пересматривал. Дам тебе совет. Советов мне не нужно давать, тем более я не слушаю женщин. Простите, пожалуйста, но вот это так. Не слушаю. Не слышу. Точнее слушать слушаю, но не слышу нифига. Извините, пожалуйста. Можете советов не давать. Качок тип. Но у меня хобби это бодибилдинг. Да, на протяжении 10 лет я хожу и качаюсь. Зря это для вас, зря. Для меня все всегда хорошо. Вы меня уже сомневаюсь, что чему-то сможете научить в этой жизни. Потому что я сам учусь и самообразовываюсь всегда. Покажись. Что именно показать? КСССВ. Ты кто? Ты девочка или мальчик? У всех хобби советую раздавать сейчас. Да, 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 да. Не учи меня жить, продавец-консультант. Сидишь полуголый и что? Я не люблю одежду. Отключитесь нафиг. Вы же ко мне подсоединяйтесь на трансляцию. Не я к вам. Отключайтесь нафиг от этой трансляции. Идите вон куда-нибудь погуляйте, там мороженое покушайте. Или на кардио походите. Маша Невская. Привет. Невская Маша. Мария очень... А, кстати я ем печеньки по имени Мария. Вот смотрите. Мария. Маша я тебя ем. Химик? Полгода уже не химик. Полгода уже ничего не принимаю. Стараюсь удержать мощную массу, но потерял уже порядка 20 килограмм. 20 килограмм убежал. Ну 20 килограмм это воды лишней. Знаете, вода сошла и чувствую себя намного легче. Это прикольно. Но я все равно как бы крупный парень. Не, физики они поменьше чуть-чуть. Физики там весят меньше. Я вяжу 11 килограмм плотный, жесткий и сухой. И у меня есть ноги. То чего нет у физиков. И у классиков нет ни ног, ни физики. Да ни хрена у классиков. Я раньше выступал как-то и было прикольно. А сейчас уровень снизился и какие-то коряги и раскоряги выступают. Мне знаете, что еще как бы не очень нравится? Что Синтов получил распространение еще и в классике. Смотрел тут некоторые фотки спортсменов чемпионами, которые чемпионами стали по классике от России. Ну блин, ну явно масла всякую дрянь в себе делают. Ну то есть руки как говно выглядят. Не делятся нифига, не секутся. Я уж молчу про это. Если вы уже делаете, ребят, советую вам атлет. Если вы хотите увеличить руки локально, то вам Синтол. Запомните Синта Сайз 2, который делает Крис Кларк у себя в Германии. Вот только его делайте и у вас никто никогда ничего не увидит, как у профиков. Дневник тренировок ведешь, ведешь. У меня же специальный мясной дневник. Сейчас вам покажу. У меня есть дневник для тренировок. Вот. Кто, кстати, знает, не знает, что это за дневничок. Дневничок. Ну вот здесь все есть. Силовые тренировки или лето поля. Ну и все-все-все-все-все-все-все-все. Хватает такого дневника где-то на 3-4 месяца в зависимости от того, сколько раз вы в неделю тренируетесь. Вот так очень клевая. В общем, клевая книжечка. Люди нравятся, люди заказывают. У меня даже личка настолько завалилась тут в один момент, что я не мог два дня на все вопросы ответить. А ты видео не снимаешь? В смысле видео не снимаешь? У меня два канала. Мясо по госту и гостюню лайв. Вы что, ребят? Питбуль больше нравится, чем став. Да, а питбули быстрее. Мне именно это нравится в питбуле. Быстрее. Именно быстрее. Ловче, гибче. Вот что мне нравится в питах. Ну и плюс. Я в Бонни влюбился. По самой не хочу. И она в меня тоже. И вот. Честно говоря, мне даже на породу-то особо пофига. Мясо по госту. Да. Канал на ютубе. Вы что, не знаете? KCSSV. Более 100 тысяч подписчиков. Да. Мясо по госту. Так и называется. Ну, не знаю, кто быстрее. Быстрее пит? Я вам отвечаю, ребят. Вам хозяева питов, я вам стапов это скажу. Что питы намного быстрее и ловчее, чем став. Став они более коренастые. Более такие напористые. Больше качки, что ли. А вот питы, они созданы для убийства. Это другая собака. Она. Ну, другая порода. Чуть-чуть. Хотя они похожи очень. Тем более, он стал же, произошел пита. А пита, ну, не зарегистрировали FCI. Нифига себе, у нее трицепт здесь сечется. Афигеть. Я вообще в шоке. Как можно столько жрать всякого и быть худым? У меня вообще реально все сечется, все венозное. Нормально получаешь от YouTube? Нет, меня не устраивает. Я получаю 100-300 долларов от рекламы, интегрированной в YouTube. Точнее, не интегрированной, а от рекламы, которую предоставляют YouTube. Поэтому я занялся партнерством с сервисом «Мое видео в Санкт-Петербурге», чтобы увеличить монетизацию в несколько раз. Мелочь. Да, мелочь. Представляете, месяц работы на канале стоит вот столько, 100-300 долларов. Но, понимаете, главные деньги зарабатываются не на YouTube, не на рекламе, которую нужно нажимать на клавишу пропустить, а на интегрированной рекламе по заказу партнеров. То есть, вот часто, знаете, задаются вопросы мне, Игорь, а как раздобыть спонсора? Я рассказываю. И по факту уже спортсмену плевать, кто ему будет платить деньги, если бы платили. Да, ребят. Ну и лицемерие же сплошное. И у всех спортсменов вот это лицемерие. Они все ждут, чтобы им кто-то подал деньги, или с кем-то заключили контракт, или хотя бы за еду поработали. Да, я из Питера. То есть, ты на нас поработай, а мы тебе дадим спортпитика чуть-чуть. То есть, за еду на нас поработаешь, как раб. И соглашаются все. Ну и поэтому нищебродами все спортсмены ходят. Ну, 99 процентов. Сколько приседать сейчас? Я не приседаю, но вчера мне Андрей Анатольевич сказал, Игорь, надо приседать хотя бы соточку. 120 на 15. Так что 120 на 15. Буду приседать. А чего не спишь? Режим же у вас режим, пожалуйста. У меня режим проще. У меня режим, хочу спать, ложусь. Не хочу, не ложусь. Я не сплю уже на протяжении 45 часов. Я думал по 200. Зачем мне 200 кг приседания, если я в натуражку тренируюсь. Вешу 111. Если вы хотите узнать, сколько я максимально приседал, так это 280 на 2. А в интернете есть видео, как я это делаю. «Огнестрел любишь так чисто по банкам пострелять?» Я бы по людям пострелял с удовольствием, а не по банкам из огнестрела. Потому что столько долбоявую земля нарожала, что пора уже подчищать всех. Для нормального существования планеты Земля необходимо не более 500 миллионов человек. Так что мы уже давно-давно переросли эту грань. Диаздроид. О, Диаздроид, привет. Здорово, 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 братан. По кому бы ты пострелял не услышал? По людям, по людям, по людям. По животным жалко животных. Понимаете, животные всегда говорят правду. И как бы и наказывать-то не за что. А вот по людям, которые пиздоболы, вот с ними так бы и боролся. Не спится, ну честно говоря, что-то начинает навевать, но я часов в пять пойду. Зачем по людям? Ну, просто мне так нравится больше. Понимаете, животные не предают, а люди предают. Люди отворачиваются, люди лгут друг другу. Посадят же кого посадят? Меня? Надо делать тихо и спокойно все это, и все будет хорошо. А что там еще? Все, мы закончили. Вася в вопросе. Все, начинаю зевать. Ребят, скоро пойду спать. Наверное, через пару минут. Хайт юзер. Привет, как жизнь? Жизнь отлично. Жизнь прекрасна. Каждый день новый день. Каждый день я радуюсь новой погоде. Ну, в общем, весело. Единственное, я не спал 45 часов, и меня это начинает сломлять. Сон для слабаков! Не, сон для слабаков. Тренируешь сейчас? О господи, ребят, я с 13-го года перестал заниматься тренерской деятельностью. Ну, то есть, 14-го. То есть, уже два года я никого не тренирую. Что я сегодня делаю? Полевое. 12 часов у меня съемки. В 7 вечера у меня встреча в бизнес-школе Верховой. Японские тачки нравятся? Ну, какие-то, да, но я не фанат Японии. Сам тренируешься, сам, конечно же, тренируюсь. Ну, как бы, ребят. Ну, это ж надо тренировать. Спать, го, Вальварес. Ты, короче, меня вообще, молодец. Контролируешь, короче, напоминаешь, чем мне нужно заняться. Или скоп зайти, или спать пойти. Молодец, спасибо тебе. Ты прав, Сон Леда Слабаков. Я вот снукер закончил. Ну, вот, молодец, кстати. Если башка есть, то снукер очень круто можно поиграть. Какая у тебя тачка? Хаммер, H2, пикап и Ford Kuga. Игорь, после пупоечной грыжи, после гриппации, про силовой... Ну, подожди пару месяцев и возвращайся на тренировки, или месяц. Я вообще спустя две недели вернулся на тренировку. Сколько в Питере нужно минимум зарабатывать, чтобы нормально жить там? Ну, чтобы нормально жить и ни в чем себе не отказывать, то где-то миллион рублей в месяц. Ну, чтобы кайфово жить. Снукер это жизнь. Ну, вот, для тебя, да. Но это круто, когда есть что-то. Любишь большие машины? Да, мне нравятся тонли внедорожники. Я не могу, вы знаете, маленькие седанчики рассматривать вообще. Мне они там не нравятся. Потому что в каком бы ты седании не ехал, Ламборджини, это Бентли или Тазик, наш отечественный, и вы все равно в пробке видите жопу предыдущего. Напрягает. Должны быть выше всех остальных. А после аппендицита через сколько можно тренироваться? У меня не было аппендицита, я понятия не имею, через сколько можно тренироваться. Честно, вообще не знаю. Хасан Кан, 44455, привет. Почему Хаммер, а не, например, Крузак или Джель? Мне что-то нравится. Это военный автомобиль, вот и все, он надежен. Уплотнение выше пупка, а грыжа белой линии живота? Да не страшно, разрежут тебя, вставят тебе сетку, как у меня сделано. У меня поставлена сетка из какого-то пуля неврагового материала, так что защита есть. Игорь, ты же говорил, скоро трэш на канале будет. А что, нету там трэша что ли? Нету на гостине Live трэша, там вообще. Тема про шлюхи в ББ реально меня заделает. Столько этих шлюх в нашей Федерации, особенно в Питерской. Блин, честно, позорище. Блин, почему Федерация закрывает на это глаза, я не знаю. У нас, знаете, неспортивное поведение существует только в нашей Федерации. Все остальные Федерации чисты на этот момент. Всякие шлюхи, реально шлюхи. То есть настоящие шлюхи, которые продают свою пизду за деньги. И идут в Федерацию бодибиллинг и фитнес России. Надо дисквалифицировать всех нахрен, честно. Вот реально, подряд. Нашли какую-то херню. Неспортивное поведение. Все, до свидания. Все, все дисквалы. Это касается девочек. Мужиков можно оставить. Счастье жизни для тебя. В чем счастье для меня? Что такое счастье для меня? Счастье, это когда я просыпаюсь, подхожу к окну и вижу солнце, которое теплое, которое меня греет. Я чувствую это тепло каждым кусочком своего тела. Каждым волоском чувствую свет. Счастье для меня, это когда я звоню моей маме, или папе, или сестре, и чувствую через телефонную трубку, через свое ухо, как они улыбаются. Счастье, это когда у моих родных и близких все хорошо, и они улыбаются каждый день. Счастье, это когда меня встречает Бонни после того, как я вынес мусор. Она меня встречает, как будто бы 10 лет меня не видела. Счастье, когда я просыпаюсь и задаю себе вопрос, для чего я сегодня проснулся? Для чего я сегодня проснулся? Я нахожу на него ответ. Вот такие вещи. Ты норм, мужик, респект тебе. Спасибо большое. Пит у тебя очень крутой породистый. Да, спасибо. Он у меня такой. Девочка Бонни. Игорь, кто в Энерже из ББ Супертяжих? Ты говорил, помню. Леха Лисуков. В НЛ Интернешнл. Знаешь Гончарова? Настю? Да, знаю, конечно же. У меня тоже Пит был. Пит был. Отличное животное. Я вам скажу, что это настоящий друг Пит Буль. Самая крутая трансляция. Спасибо. О, Рим 41. Привет. Да, у меня просто настроение такое. Я вот так вот сегодня. 12 лет прожил с ним. Блин, как вот? Слушай, а как у тебя настоящий друг? Как ты с ним расставался? Игорь, а ты опять вещаешь, когда я проснулся? Чего ты такой грустный? Да я просто 45 часов не спал. Став тоже друг. Да я понимаю. Став тоже мне нравятся очень Став. И я думал, кого выбирать Пита или Става. Но судьба сказала, бери Пит Буля. Ой, бери Пит Буля. Я взял Пит Буля. Мне нравится моя девочка. Представляете, он умеет. Слушай, а у тебя вот был Пит Буль. Скажи, он умел щебетать, как птичка? Потому что он умеет. Реально щебет, как птичка. Игорь, почему у некоторых тяжих живот выпирает, как беременные? Перебарщивают с дозами фармакологии, в частности, инсулина. Жрут слишком много. Талия растет, желудок тоже, кишечник тоже. Не эстетично. Я не поддерживаю. Я бы дисквалифицировал за животы. Ну, или снижал бы оценки, в самый конец бы их закидывал. Потому что нужно следить за тем, чтобы наш спорт оставался красивым, а не уродливым. Хотя, знаете, вот есть выше 100 категория. И один единственный атлет, на которого я бы хотел быть похожим, это Сергей Кулаев. Он очень красивый. Красивые пропорции вот это, да. А все остальные, ужас. Нет, мой имя я будил в 7.30, типа вставай уже. Макеев бронзу взял с животом большим. Ну, судейству есть куча вопросов. Куча вопросов. Понимаете, вы видите, да, то, что творится по протоколам, а другие люди видят, что творится на кухне этого судейства. Я вам могу сказать, ничего хорошего там не происходит. Линч. Интересная, интересная кличка. Линч. Дэвид Линч, да-да-да, я понял. А я свою Бонни называю практически сатаной. Спишь с Бонни? Нет, я не сплю с собаками. Все по блату или практически все? Что значит по блату? У меня есть много связей. Нуралиев, как тебе? Это Сергей Нуралиев, правильно? Я не знаю, я не видел его формы в судействе ББ. Ну, а что там? Той Малады. Hello, I am Igor Gastunin. I am champion of the world, champion of Russia, and I – Russian bodybuilder. Такие дела. Кстати, что-то музыки нет. Хотите, ребят, музычку поставлю специально для вас? Я буду жить, как хочу. Могу себе позволить.